В начале апреля во многих странах мира отмечают День детской книги. Основан этот праздник для того, чтобы еще раз обратить внимание юных читателей на известные произведения, привить им литературный вкус и подчеркнуть значимость чтения в процессе получения знаний. По традиции, 2 апреля становится особенным днем и в детской библиотеке нашего города. Здесь всегда царят уютная обстановка и приятная атмосфера, ведь библиотека – это место, где читатель встречается со своими любимыми книжными персонажами. Если в обычные дни ребята могут взять произведение и просто насладиться чтением, то в праздник литературная гостиная перевоплощается в волшебную страну, где можно воочию встретить любимых сказочных героев и узнать много нового об известных авторах. Международный День детской книги проходит по Совету международному книге с 1967 года, 2 апреля. И как записано в документах этого совета, сделано это для того, чтобы привлечь внимание всей общественности к детской книге, к детской литературе, к детскому чтению, потому что книга играет важную роль в воспитании и в интеллектуальном развитии детей. Одна из частых посетителей библиотеки, 10-летняя Шахри Гамзатова, признается, что еще недавно чтение оказалось скучным занятием, потому свободное время проводила за просмотром мультфильмов. Но знакомство с произведением немецкого писателя Рудольфа Эриха Распе «Приключения барона Мюнхгаузена» все изменило. Когда я проявила любовь к читанию, раньше вообще не любила, как-то скучно, лучше мультики посмотреть. Но начала, когда я прочитала книжку барона Мюнхгаузена, «Приключения», просто невозможно было остановиться, узнать, что будет дальше. Или, например, про кота, который помог бедному человеку стать богатым. Тоже вот эта настоящая книжка, вот мне начало, как люди живут тоже. И моя любимая сказка – это «Новое платье короля» и «Приключения барона Мюнхгаузена», любимая книжка. Я ее читала три раза, и думаю, можно еще перечитать. Понимание того, что книга занимает неотъемлемую часть нашей жизни, ко многим приходит с годами. А работники библиотек стараются донести до юных читателей, насколько важно чтение в учебе, ну и, конечно, в познании мира. Видя этих ребят, понимаю, что труды библиотекарей не проходят даром. Сначала приглашают на подобные мероприятия, а затем, встречаясь с доброй улыбкой на лице, они прививают детям любовь к прекрасному. Церебный обладает силой, лишь открою зонтик, я в них творятся, не мечтайте. Встретились с волшебными персонажами и отгадывали загадки о сказках воспитанники Центра социальной помощи семьи и детям, которые после этого праздника наверняка еще раз перечитают любимые произведения и взглянут на них уже по-новому. Зайра Гамзатова, Шамиль Гусейнов, Новости Каспий-ТВ.